28 марта жители Цементной Слободки начали переезд в новые трехэтажные дома. Но, как оказалось, не всем керчанам квартиры по нраву. Владимир Николаенко, побывав в новострое, решил отложить переезд своей семьи из-за некачественных отделочных работ. Там квартиры, гипсокартона. Придешь вот так вот, ткнешь, и лирка к соседке будет. Слышимость точно такая, как мы с вами сейчас разговариваем в соседней квартире. Слышимость изумительная. Недоделки, даже перечислять их, целая куча. Семья Анатолия Павличенко попала в подобную ситуацию. Керчанин считает, что новая квартира может навредить его здоровью. Я, например, сам аллергик, мне туда нельзя. Я там приду день-два, и я там согнусь, потому что там вот такие грибки по стене. Течет батарея, течет унитазы, но это все мелочи, я уже почти все переделал. Ванна течет, ну все течет. А самое главное, сквозняки, вот те люстры, там с него такой, как мы сейчас стоим, ветер, такой же ветер дует с потолка. Чтобы поторопить переселенцев, дома на цементной слободке отключают от электроэнергии и водоснабжения. Позвонили в 43 горы электросети с нашей и сказали, что мы будем отключать вам электроэнергию. На цементной слободке осталось жить порядка пяти семей, и все они останутся там, пока они не получат ордера на новые квартиры. Мне сказали, что еще в ту среду устранять недостатки. Сегодня я поехал, ничего не сделано, абсолютно. Куда я буду переселяться? Самое главное, это документы, чтобы мы не стали потом через некоторое время бомжами натуральными, к этому идет. И недоделки, которых там куча. В свою очередь, чиновники уверяют, что о переселенцах помнят. И вопросом некачественного ремонта и отсутствия документов на жилье занимается в Москве. Вскоре тяжелая техника начнет снос домов на цементной слободке. Кирчанин готовы отстаивать свои права до последнего. И в том доме. Все частники. А зачем мне останавливать? Я лягу, сяду, буду сидеть. Я же не Александр Матросов, под танк без гранат кидаться. Кирчане надеются, что городская администрация предпримет все меры для того, чтобы избежать очередного скандала на всю страну. Евгения Щербинина, Николай Пырк. Специально для Киршной ТВ.